Привет, Оля. Привет. Какая тема этого выпуска? Знаешь, сегодня мы хотим с нашей героиней Александрой обратиться к тем преподавателям, которые ругают учеников свой внешний вид, а сами не являются примером элегантности. С преподавательской этикой все прекрасно. Интересно будет обсудить преподавательскую эстетику. Вот этим мы и займемся. Для меня эта тема особенно актуальна. Я бываю часто в роли преподавателя. И мне было бы просто интересно отработать некоторые моменты, посмотреть, какие текстуры будут наиболее уместны, какие, может быть, вообще какие цвета, какие акценты, какой цвет помады будет на месте с утра. И вообще, как сделать макияж быстро и при этом не потерять авторитет у студентов. Поля, как ты считаешь, какой макияж должен быть у современного педагога? Ну, я думаю, скорее всего, достаточно лаконичный, стильный, красивый, да, и он должен создавать ощущение, что преподаватель находится в теме того, что происходит в мире, наверное, даже моды. Ну да, это важно. Детки сейчас очень хорошо старят. Приступаем. Я думаю, что мы сегодня сделаем такой достаточно лаконичный макияж с акцентом, возможно, на небольшую стрелочку, а вообще, в принципе, с акцентом на элегантность и лову. Вот, Ольга, как вы считаете, какой маникюр вообще-то? Ну, я думаю, в любом случае, должен быть какой-то очень аккуратный маникюр и, скорее всего, что-то однотонное, натуральное, может быть, какой-то френч. Оля, посоветуй, если нашу программу смотрят как раз-таки школьницы, какой макияж необходим им и, Катя, не переборщить с макияжем в школу? Ну, я думаю, что макияж в школу – это вещь такая, скажем так, в большей степени корректирующая, нежели, чем декоративная, да? В любом случае, нужен тон, я думаю, потому что подростков часто бывает проблема с кожей, да, с какими-то выступаниями. Тушь для ресниц, тот же самый хайлайтер, который сейчас все любят, это актуально, это модно, румяна и красивые брови. Я думаю, что это основное достаточно, причем брови можно просто расчесать. И сейчас мы поработаем с бровями. В данном макияже, мне кажется, брови как раз-таки могут служить акцентом, потому что они, во-первых, придают характера, во-вторых, красивая бровь уже создает динамику на лице, уже создает некий образ. И бровки с запятыми тоже лучше оставить для русского. Я думаю, что бровки с запятыми, наверное, сейчас уже в меньшей степени встречаются. Встречаются. Скажите, а уже не модно, когда раньше брови выщипывали и поверх рисовали карандашом темным. Ой, солнышко, это уже давно не модно. Мне кажется, сейчас все растят брови, потому что широкая натуральная бровь – это максимальный тренд. Но, как вариант, если девушку очень не устраивает размер ее глаз, я думаю, тогда можно убить бровь и нарисовать новую, где-нибудь в районе середины лба. Если мы говорим о быстром макияже, то, безусловно, речь пойдет о кремовой тени. Потому что это быстро, это стойко, это красиво. И буквально даже пальчиком закрываем глазки. Их можно растянуть по веку и получить мягкую тень. А если мы говорим о макияже для работы, в данном случае для учителей, я все-таки считаю, что гамма должна быть нейтральной. Либо околонутральной. Поэтому предпочитаем коричневые оттенки, оттенки бежевого, может быть золотистые, персиковые, да, слегка розовые в том числе, в том случае, если вам эти оттенки ведут. Но, наверное, все-таки лучше обойтись без каких-то декоративных чистых цветов. Вау! Да, девочки, это не училка. Это директор школы. Ну что, тебе нравится? Очень. Ну, так, конечно, можно не только в школу ходить. Я думала, что данный макияж вполне можно назвать трансформером. То есть днем и на работе можно быть в таком образе. Да. А ближе к вечеру просто добавить еще один цвет туши, например, красный губ. Да, здорово. Мне очень нравится, как смотрится хайлайтер. Брови. Ну да, с характером. А если добавите улыбку, будет добрый характер. Ну, пока злой. Не требовательный. По просьбе. Ребята, сегодня у нас контрольная. Раз у нас в гостях сегодня был педагог, спросим, какую отметку вы поставите за мейкап Оли. Десятку. Но в первую очередь я художник, поэтому я, конечно, оценила это все с художественной, с эстетической точки зрения. Мне очень понравилось, как проработана кожа, как Ольга работает с цветом и даже с анатомией, потому что это тоже немаловажно, я думаю, в мейкапе. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Мне очень нравится. Да. Спасибо.